Доброго здоровьица! Мы в гостях у Тиграна с его чудо зельем. Новым зельем. Как новое зелье? А то же, что и было? Или небольшие какие-то... Это совершенно другая комбинация. Разрешите сначала с Вами поздороваться. Здравствуйте! Дорогой Геннадий Петрович, рад Вас видеть всегда в Вашем эфире и у меня в гостях. Спасибо Вам большое за предоставленную возможность. Общение доставляет лично для меня удовольствие. Даже я постоянно читаю отзывы Ваших посетителей. Удивительно. Но лично я не по рассказам, я знаю людей, которые говорят, я вылечился по методике Малахова. Я говорю, мало были с Вами знакомы. Я говорю, да ладно, допекативно. Да! Вы представляете, есть реальные люди. Я лично знаю двух человек, которые по Вашей методике... Ну как стезя Ваши? А? Это люди. Мы сказали не просто спасибо, потому что Вы такой телеведущий, импозатный, да? А с пользой реальности и с понятием реальности пользы. Согласен, согласен. Если бы то, что там я написал, не работало, оно бы, естественно, никем не было подхвачено и все ушло. Кратко просто скажу, что то, что я предлагаю, это нормализовать работу организма с помощью здорового образа жизни. Ну не некоторых простых процедур. И в результате вот такие вот вещи. Ну это же практика, Вы понимаете? Мне нужны факты. Вот я такой человек, мне нужны факты. А как же без них? Вот, факты. А куда еще дальше факты, когда люди конкретно, люди взрослые, не какие-нибудь, люди непростые. Если бы там бабушка, ну, сказали, да ладно, она от старости там разговаривает всякие ненужные вещи, она телекой насмотрелась. А то такие, ну как мы, допустим, как я так, люди 60 лет, допустим, уже серьезные. Рад я за Вашу, скажем так, деятельность. Рад по причине того, что все-таки я лично, Тиран Петрович, являюсь частью Родины, понимаете? Мне нужна Родина, которая здоровая, нация, которая, понимаете, процветающая. Вот направление Вашей деятельности. Я еще раз хочу поблагодарить, что предоставляете возможности, скажем так, открытием и наши возможности. Давай я немножечко слово скажу. Пожалуйста. Вот чем, вот я продолжаю мысль Тиграна, чем, значит, как бы сказать, вот это зелье, будем говорить, уже номер два, да? Да, она немного, да, она много у меня различного. А чем она, какими силами она обладает? Я в одном из видосиков рассказывал Вам о том, что, смотрите, вот кровь имеет столько-то солей, моча гораздо более соленая, а слеза еще содержит гораздо больше солей, где-то около 70%, что мы с Вами и ощущаем, когда человек заплакал, соленые слезы. Так вот, оказывается, наличие солей способствует тому, что, смотрите, ну, мы говорим, вот моча, когда вытекает по своему, значит, мочеточникам, она их обеззараживает. То есть это вход, нижний вход в организм, который должен быть обеззаражен, и урина это делает. Плюс, смотрите, теперь глаза, наши глаза, они постоянно, слизистый глаз, контактируют со всем окружающим воздухом. Здесь и пыль, и микробы, и вирусы, и так далее. То есть агрессивная нагрузка среды еще больше, нежели в мочеполовом там канале. А смотрите, а с глазами-то у нас все нормально. За счет чего? За счет того, что вот эта вот жидкость насыщена солями. И вот я так думаю, аналогия, аналогия того, что Тигран сделал такой состав, что он приближен, а может быть там даже где-то и лучше, нежели и насыщен, потому что я пробовал разного рода солями. Видите, эта жидкость, она прожрачная, да, как слеза. На вкус она ввяжущая, даже немножечко с горчинкой, это говорит о том, что там огромное количество солей. И вот это вот средство начинает действовать как слеза, которая имеется у нас в организме. Плюс оказывается, знаете что, я так кратенько еще... Да пожалуйста, лучше меня рассказывать. Смотрите, все живые организмы имеют оболочку, оболочка, как правило, начиная от клетки и кончая, допустим, кора деревьев, кожа животных, это насыщена солями. И если соли достаточно, кожа в прекрасном состоянии, она, грубо говоря, молодая на вид, она прочная и она обладает бактерицидным эффектом. Понимаете, что? Как это все это? А современная пища, теперь мы переходим к современной пище, ну допустим, те продукты, которые мы с вами особенно употребляем. Ну, допустим, хлеб. Что такое хлеб? Это зерно, оболочка, зародыш и внутри крахмал. Так вот, оказывается, самую ценную часть оболочки и зародыш мы выбрасываем. А как раз в оболочке задерживаются вот эти вот минеральные соли, которые защищают зерно, которые нам нужны. И мы годами потребляем вот такие обедненные продукты, несвойственные нам, которые мы должны были бы есть с вами постоянно. Вот цельные продукты мы должны есть. А мы какие-то вот это рафинированные. Идет обеднение солями, в результате разрушаются зубы, кожа портится, сразу же уже смаршивается. Нет защиты, нет иммунитета, тот, который его как раз обеспечивает. И мы тогда удивляемся, а что и человека. И вот одно из средств, я вот считаю, которое в этом деле особенно поможет и помогает, это как раз вот это вот зелень, насыщенное солями. А теперь слово Тиграну, чтобы он рассказал подробно о своем продукте. Как он его применял, что видит. Вот я, извините, еще разок перебиваю, как ведущий. Я вижу, у него волос стал на голове лучше, у него кожа стала лучше гораздо, чем я до этого знал. Я втираю буквально всего неделю, и он мне на 50% седина ушла. Уж уважаемый зритель, ну вот Геннадий Петрович меня знает давненько, и он очень внимательный человек. Его обмануть невозможно. Ну можно, конечно, но... Давайте так, невозможно, точка. Происходит, значит, схема такая, дорогие мои. Приходит информация, которую хочется поделиться. Поэтому я попросил нашего Геннадия Петровича, и он мне разрешил. Данная комбинация солей. Молодец, все-таки, лучше меня рассказали. Вот я хочу рассказать, вы же так до того все рассказали, что мне не добавить ничего. До чего прозрачная, это, вы понимаете, показатель прозрачности, это показатель мощи лекарства, его функциональности. Чистота, как вы сказали, да? Да, слеза. Вот еще я был на море, в мертвом море, там вода тоже насыщена солями, горькая. А прозрачная, целебная вот эта, в мертвом море. Функциональности я хочу рассказать. Идет вирусные атаки. Народ напуган, да, этими вирусными атаками. Геннадия Петровича мы знаем, у него своя методика есть. Вот, через 15 минут заканчивается любая вирусная атака. Приемом несколько глотков. А что там вот делает, какой механизм подавления вирусов? Механизм подавления идет обездвиживание колонии вирусов. Попадая, в любом случае, вирусная колония, где она, в носоглотке. Проходит. Опять же, разговор идет не тогда, когда уже человек лежит там в реанимации, лечится моим, скажем так, зене. Да, когда вот только чихнул сегодня. О, блин, что-то мне тогда плоховатенько. Вот тогда я имею разговор. Все. Идет обездвиживание колонии, которую мы просто выплевываем. А знаете, за счет чего идет обездвиживание? Я уж так скажу, немножко похвастаюсь. Так сказать, у меня знания еще больше, чем у Тирана. За счет вяжущего вкуса. Вяжущий вкус обмолакивает это все, понимаете? Он останавливает, он связывает. Как раз вяжущий вкус есть. А горечь, добавок, горечь не любят ни бактерии, ни грибки. Они ее просто-напросто подавляют. Горечь. Есть горечь? Микробов нету, вирусов нету. Средство получилось, по сути, молодильное. Допустим, мы его используем всей семьей, и мои пациенты. И вот, слава богу, Геннадий Петрович, я его говорил тоже. Его тоже уговорил, подключился он. И уже по фактам, кажется, вышел на... Я могу тоже вам сказать. Я посмотрел ваше видео, последнее, вы рассказывали про свои достижения из-за динамики. Вы уж простите меня, я не столько про из-за динамику слушал. Я как смотрел на ваше лицо. Да, я даже очки одел, и как сделал замечание, насколько появился свежий блеск, скажем так, лица. Все-таки лицо – это отражение здоровья человека. Однозначно. Один раз я смотрю на человека, и сразу понимаю его, скажем так, функциональное состояние. Все на нем написано лице. Не нужны никакие, ни долгие анализы, ни доразгостоящие, ни какие там отражения, ничего не нужно. Так один раз посмотрел, все, понятно. Вот такие дела. И вот я посмотрел, чтобы действительно тоже положительно и на вас казалось. Друзья мои, в общем, хочу поделиться информацией с вами, что есть отличное, скажем так, зелье, вот именно его по-другому не назовешь, которое спасет от любой вирусной атаки. Помимо этого, она имеет молодильные эффекты для, скажем так, для лица. Дело в том, что именно вот это наличие микроэлементного состава, богатого, способствует тому, что пополняется микроэлементный состав кожи напрямую, и за счет этого начинает возрастать и тургор, и идет омоложение. Понимаете, ну нет у нас в пище тех минеральных веществ в том количестве, которые должны они. А здесь, пожалуйста, есть и во все времена ценились, смотрите, что ценились. Ценились вот эти вот источники с особыми, значит, допустим, микроэлементным составом, плюс вот эти вот мертвые моря, и плюс грязи ценились. Грязи там, которые, отложения, которые содержат обилие вот этих всех микроэлементов. Там и построили... Где вот Тигран Петрович в детстве вылечил ревматизм детский, так называемый. В ваннах радоновых. А вы меня извините, это как вы сейчас и сказали, вот, ну как сами, для чего приятно общаться. Микроэлементов, море в этих радонах, кроме радона, скажем так, есть еще и микроэлементы. 2-3 сезона поездил, все, нету этого ревматизма. А что предлагала эта медицина, извините, все в задницу, бицелин-3, бицелин-5, вот, я, детская. Бицелин это какой-то подавляющая, в смысле, инфекцию лекарства. Ой, дорогой мой, она что-то, не знаю, чего подавляла, но детская попа болела всегда. И ноги болели страшно. У меня мама, царствие небесное, спрашивает, сынок, у тебя ножки не болят? Я, чтобы она спала спокойно, какой сын был хороший. Не, мама, говорю, все хорошо, ножки у меня не болят. А у самого вот там вот так... Коленки, да, коленки. Все, так вот видите, это крутило, аж от боли, аж. Терпел я, чтобы мать спала. Я ничего, о-о-о, мне больно, мама. А чем она спала? Так вот, вот эти радоновые ванны, насыщенные минеральными этими солями. И что? И пополнилось, и все это кручение ушло. Вася, один сезон, да, мне посоветовал отца, товарищ, глядь. Да ты, глядь, не теряй время, жалко ребенка, что ты делаешь? Вон, веселись заесть, это в Абхазии. Ну да. Поедешь туда, короче, там есть радоновые ванны, я устрою, там могут, возможности тогда были. Все, один сезон, и у меня я уже, все, все, вы понимаете? Вот смотрите, я сейчас сразу же, как бы сказать, подхватываю и дополняю Тиграна. Это то, что о наличии минимума солей в организме уже указывает погода. У некоторых людей, когда начинает меняться погода, начинают ноги, руки крутить и так далее, они говорят, о, погода там поменялась. Это как раз говорит о том, что у них уже наличие солей меньше стало. И соли, которые нужны, допустим, и ходят из всей же кости. Опять-таки. Обачки! Погода. Приходите на канал Кеннадия Малахова, вот, знаете, я вот сейчас сижу и думаю, ну как четко, все понятно. Сидит мужичок, он сам врач, и говорит, что у меня это погодные вот эти, погодные вещи. Я думаю, если ты, вот ты врач, если ты в эту всю эту туфту веришь, в эти игры играешь, как же ты вот этих несчастных лечишь, слушай. И самое интересное, говорят, такую вещь, метеозависимость. А, метеозависимость, да. А метеозависимость от чего возникает? Метеозависимость, как бы сказать, является одним из признаков того, что уже слабина организма. Его надо укрепить. Как? Оказывается, нету солей, ну нету, понимаете, во всей пище. Они едят сладкое, они едят крахмалистое, они едят беленький хлеб и так далее. Мясо пускай едят. А что в мясе там микроэлементов? Да дулька там. Ну что там нету, какие микроэлементы они? Я потом вот эти все вещи, эти мясо и прочее, прочее. Так что есть другая медицина, друзья мои. Вот смысловая наша встреча сегодня с Геннадием Петровичем, что есть другие люди, это я про себя уже. Подход. Другой подход, другое понимание. Это медицина. Тут нету ничего такого, чтобы это самое, скажем так, надо как, может быть, шаман, или как они так говорят. Да послушайте, шаман, разве комбинацию солей составит, белки-палки. Понимаете? Есть медицина, которая, вот смотрите, вот достижение. Псориаз. Лечится-лечится. Лечат бедные люди годами, десятилетиями по кровати. Лечится-лечится. Лечится элементарно. Ну не этим, а, допустим, другие лекарства. Элементарно. Но тоже тогда солевое условие? Комбинации там разнообразные. Придется попринимать не очень вкусно, скажем так. Да ерунда. Месяц попринимали, и заканчивается эпопея. Вот, ну-то понимаете, болезнь бедсера возьмите. Да она же неизлечимая вообще. Неизлечимая скоростным образом. Пожалуйста. Ту же онкологию во что превратили? Супер-бизнес. Вот именно, супер-бизнес. Да, есть, слово ключевое. Супер-бизнес. Не вылечить человека, а срубить как можно больше. На стадии его восстановления он лечится как не знаю что. На раз-два, скажем так. Ну поймите правильно, на раз-два, когда я говорю, это такая, это моя словесная... Легко лечится, все, еще проще. Вы поизвините, все-таки финишки. Я так это хотел в этой передаче сказать. Я как-то писал там в диспуте ваших, на вашем канале. 150 миллионов рублей собирают на ребятенка, чтобы купить какой-то супер-упер укол. Ну да. Чтобы у него там, даже название болезни я не понял, там вот такое название. Что-то с иммунодефицитом. За неделю лечится этот ребятенок. За 10 тысяч рублей. Ну, а разница чувствуете? 150 миллионов и 10 тысяч, 100 процентов. Там же есть спиды, вот это, да, вот это иммунодефицит. Тоже все это, все вирусные атаки. Различные комбинации, различные там, это, чтобы не ударяться долгие. Все лечится, елки-палки. Но ничего не проходит никуда. Любая наука не пройдет. Если я сейчас широко начну трещать, скажем так, на весь мир, так что лучше я так вашему зрителю немножко расскажу, что, дорогие друзья, есть в мире силы и возможности, которые, допустим, умеют это сделать. Все лечится, еще проще. Поэтому очень, когда шумно начинается, там вот это вирус, 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 вирус. Ну, ладно. Все лечится, еще проще. И я вот дополню. А почему лечится? Потому что если, если просто-напросто, знаете, сейчас модно там изучать гормоны в крови, наличие соотношений там и так далее, и так далее. Если просто вот это человека посмотреть, обеднение солями, обеднение биологически активными веществами, которые должны быть нормально присутствовать в пище, в ценной пище. Все это приводит к тому, что человек просто-напросто отрехлеет. Естественно, у него, в зависимости от того, что боли слабо, начинается то или иное там хроническое заболевание. И пошли делать какие-то там коррекции или еще там что-то такое. А тем более, если еще там инфекция присоединилась. Пожалуйста, мы просто нормализуем свой организм. Значит, насыщаем солями, очищаем, значит, всю эту патологию бактериальную, вирусную выбрасываем с помощью, опять-таки, процедур простых и понятных. Нормализуем кровообращение с помощью той же чистки печени, зачем мы ее там делаем. Вадим Лагрин. Привет, Вадим. Уринотерапия, что пишет человек, уринотерапия меня практически вылечила. А он человек умный. Я читаю, обожаю людей, которые что-то из себя представляют, которые могут сказать что-то, и от них можно что-то даже взять. И опыт имеет, да. Все, человек говорит, уринотерапия, меня, очень, мое здоровье, практически я вылечился, если дословно. Пишет, ну, что еще нужно, если человек пишет. К чему наши рассказы, что такие, чем мы с вами рассказывали, видеоканалов много о здоровье. Это мы единственные, даже не Тиграну Петровичу, поверьте, я знаю, единственные неповторимые. Вот такие дела. Так что, обращайтесь, если что, вы уже укажите мой телефон, все относительно недорого. До свидания, друзья мои. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова